В Испании есть такое право, как право на воздух. То есть, получается, как? Вы можете быть владельцем квартиры, владельцем дома, а право на строительство верхних этажей может остаться у предыдущего собственника. Вот вам еще несколько ярчайших примеров того, как это работает. В Мадриде, в историческом здании, практически в центре Мадрида, чувак купил здание, сделал там ремонт, капитальный ремонт, с переносом всех коммуникаций, полностью сделал перепланировки, все-все-все-все внутри сделал, разделил это на апартаменты и продал все апартаменты. Проходит то ли 3, то ли 4 года, он приходит и говорит, короче, у меня осталось здесь право на настройку, право на воздух, я хочу воспользоваться этим правом. Что это означало? Это означало, что у данного здания появится еще один-два этажа сверху, на что собственник и квартир, естественно, возмутились, сказали, да блин, да что за хрень, вы что, обалдели что ли, мы здесь вообще собственники, а мы решили воспользоваться каким-то там правом на воздух. Пошли в суд и сказали, у нас здесь, во-первых, они нам создадут неудобства, во-вторых, не хватает парковок, в-третьих, вообще это как-то, ну, не по-человечески что ли, строить сверху еще парочку этажей. Суд, рассмотрев все замечания со всех сторон, постановил, что право на надстройку, право на воздух действительно осталось у предыдущего владельца. Предыдущий владелец имеет полное право построить еще один-два этажа сверху, с элитными апартаментами, как он и хотел. Но при этом бывший владелец должен выполнить ряд условий, а именно создать дополнительные парковочные места, сделать так, чтобы было меньше шума, то есть поставить какие-то звукоизоляционные экраны, а также сделать такой график работы, чтобы владельцам было максимально комфортно от того, что у них сверху строят еще дополнительные этажи. А в Валенсии застройщик многоквартирных домов, что сделал? Он продал все квартиры в этом доме. Прошло два года, и он решил достроить еще, так как есть спрос, он решил воспользоваться своим правом. На самом деле, застройщики часто оставляют за собой право на воздух, право на надстройку. В Испании, по крайней мере, я думаю, что и в других странах то же самое, где есть это право, то есть это там есть в Великобритании, есть в США, в Канаде, в Италии, знаю, есть во Франции есть такое же право. Так вот, вот этот застройщик решил воспользоваться своим правом на надстройку и достроить еще несколько этажей. Естественно, собственники квартир возмутились, говорят, да вы что, какие еще этажи, у нас и так здесь дофига этажей. Но суд встал на сторону застройщика, позволив ему достроить еще несколько этажей. В Валенсии это было, ребят, вы можете прогуглить, если хотите. А также суд постановил выплатить небольшую компенсацию для владельцев других квартир в этом доме, для собственников квартир, для того, чтобы немножечко, так скажем, подсластить горькую перелину.